как здорово что производители все-таки упрощают нам жизнь и делают готовые коктейли которые можно купить можно выпить и получить истинное наслаждение я надеюсь что хоть один из этих коктейлей которые сегодня буду пробовать соответствует моим ожиданиям я приветствую вас на канале миксдрин коктейли напитки домашний бар и все те вещи которые вы абсолютно спокойно сможете попробовать у себя дома сегодня у меня наконец-то опять оказались готовые коктейли в банках бутылка я планировал это мероприятие очень давно вот эти вот баночки которые называются хинамарии у меня уже две из них очень давно я их купил практически сразу после того выпуска с говняными коктейлями из красного и белого эти бутылки с красивым японским названием с красивым японским оформлением japan из коктейль melon and mint но если мы смотрим по составу кстати здесь очень крупными буквами написано не является вином по составу на каждую из этих баночек вы смотрите написано напиток винограда содержащий газированный полусладкий хинамари японская дыня год урожая 2021 место происхождения винограда россия производит это у нас союз вино каждый из этих вот японский красивых бутылочек производит союз вино что-то из них полусладкая что-то из них сладкая вот эти две собственно сладкие эти две полусладкие и новинка которая вышла вот буквально только месяц назад хотя мне уже из москвы алко парфюмер писал вот про эти напитки он их открыл он их попробовал и что-то ему по моему даже понравилось я вставлю вставку какой именно он из них оценил к сожалению у нас несмотря на то что в рекламной брошюре city ok было указано три напитка от мини бар это кстати московская пивоваренная компания мпк производит их с конца 2022 года было указано три напитка май тай московский му и негрони у нас к сожалению оказалось только две я их взял не стал уже ожидать третью бутылку потому что это может затянуться а попробовать хочется и в пару им собственно вот эти четыре банки и вот эти две бутылки будут сегодня сражаться за место под солнцем либо за место в унитазе что немаловероятно давайте откроем их попробуем и конечно скажем что из них стоит брать по стоимости этим не обошлись каждая из них чуть меньше 70 рублей эти баночки мне обошлись чуть меньше 90 рублей что принципе не так уж и мало в сравнении с теми говняными коктейлями которые даже не стоили 50 рублей и не стоили даже 10 рублей за каждую из них давайте начнем с мпк открывается отворачиванием крышки наливаем в два центральных бокала они на основе пива союз вино на основе вина что очевидно по крайней мере по аромату пока все приятно если прошедшие коктейли которые мне очень сильно не понравились уже изначально были отвратительного аромата здесь что-то даже приемлемое единственное что баночки открывается ну так себе винные напитки гораздо более газированы чем пивные ну надеюсь это хоть что-то дозначит по способу употребления ничего не сказано как их надо пить со льдом смешивать с чем-то поэтому будем пить просто так можно даже наверно из банки вообще пальцем их не поддеть ногтями к сожалению таких длинных нет поэтому отлично великолепно начнем по увеличению крепости и по увеличению сахара продукты мпк имеют 6 объемных долей спирта каждый московскому и май-тай причем май-тай указан по составу что здесь входит вишня и лимон это очень далеко от рецепта май-тай я бы сказал что это ближе наверно какую-нибудь слингу сингапур слинг или еще какой-нибудь слинг на основе вишни московский почему здесь все правильно имбирь и цитрус давайте с них и начнем имбирь и цитрус по аромату имбирь и цитрус пахнет карамелью май-тай пахнет вишней вишневым ароматизатором вишневым соком вишневой жвачкой вишневым чупа-чупсом вишневой конфетой ну кстати приятный пивом не пахнет вот вообще абсолютно московский мул даже что-то появилось сливочное в аромате очень бледный аромат московский мул давайте с него и начнем пока что по аромату мне нравится меньше всего не ну по вкусу тоже можно пить аромат полностью повторяет вкус чуть сливочный есть ощущение имбиря жжение во вкусе изначальном вкусе жжение имбиря не было просто вообще никакого не в аромате не вообще ничего в послевкусии он чуть-чуть есть вот где-то там в отдалении немножко щиплет ну чуть-чуть легкая как вот имбирный лимонад или что-то использовать его как имбирное пиво точно нет да это неплохо холодненьким летом я бы еще добавил пару кубиков льда это вполне себе неплохой напиток если пить его например из бутылки ну кстати неплохо московский мул пойдет пока что он попробуем первым он лидер май-тай ну это точно май-тай он горький здесь по составу вишня и лимон вот прям горький вот прям есть ощущение что съел горькую абрикосовую косточку газированный сильно газированный да прям горький жженый сахар вишневая косточка вот это никакого вкуса вишни никакого вкуса цитрусовых не май-тай мне не нравится май-тай не вкусный если если бы это был негрони я бы ожидал этого вкуса но там негрони конь горький цитрус что-нибудь такое вот грейпфрут апельсин лимон но горькая было бы очевидно здесь просто неприятно по аромату ничего не предвещает беды на самом деле не так плохо если сравнивать его просто с готовыми коктейлями особенно теми что я уже пробовал ну московскому поинтересней московский мул определенно получше этот мне нравится гораздо меньше давайте начнем с полусладких союз вино винных напитков хинамари очень красивое название очень красивое оформление но по стоимости конечно они уже соизмеримость чем-то более премиальным потому что мпк продукция мпк 400 миллилитров получается 70 рублей а здесь 250 миллилитров 90 рублей ну умножайте и рассчитывайте по стоимости за литр давайте начнем ну пусть будет дыня мята полусладкая нет ни с него я хочу начать страу бери базилик клубника базилик ну клубничный ароматизатор да надо перенюхать все груша хризантема вот это уже приятно это у нас манга пэшнфрут и ваниль пожалуй по аромату что можно выделить манга пэшнфрут и ваниль соответствует своему аромату очень приятно груша хризантема больше пахнет каким-то шприцом то есть игристое вино в смешении с каким-то ликером вот возможно кстати что-то грушевое типа яблочного хризантемового цветочного этим и пахнет здесь тропический фрукт ванильный ароматизатор ванильный лимонад очень приятно что мы имеем здесь дыня мята вина не чувствую пахнет немножко детской блевотиной клубника базилик пахнет клубникой пахнет клубничными духами клубничной жвачкой базилик здесь наверно больше как специя и он не очень приятно на самом деле поприятнее чем вот эта хрень с дыней и мятой но так себе с него и начнем не надо не похоже на клубнику это не похоже на базилик это похоже на какой-то шприц с дешевым вином с дешевым ну не с дешевым с каким-то просто ликером не горьким аперитивом не биттером а просто какой-то ликер типа настойка на рябине настойка на каких-то ягодах на малине возможно базилика не чувствую но пить можно на самом деле пить можно в аромате вот блин вот что-то вот такое мне не нравится во вкусе на самом деле ничего давайте вот эту мерзопакостную детскую блевотинку не чувствую ни мяты ни дыни по вкусу гораздо более интересный здесь уже чувствуется вот этот дынный ароматизатор как жвачки turbo дынная жвачка turbo мяты не чувствую дыни чуть-чуть есть да это определенно можно пить по аромату мне не понравилось ну наверное вот из банки да вот так вот из банки выпить самое то наливать бокал смысла нет давайте с наших сладких это прям сладкий груша хризантема ой очень сладко очень сладко даже я бы сказал приторно груша именно груша не удивляйте здесь хорошо чувствуется груша вымочена в вине все что можно сказать вино на отдалении хороший хороший все-таки грушевый ароматизатор нет какого-то химического вкуса вот этого противного не вкусного мерзопакостного очень приятно пьется ну слишком сладко хочется чем-то разбавить добавить лимончика добавить газированной воды льда и последний наш тропический ванильный да сок мультифрукт с ванилью нет этот лучше этот мне нравится больше слишком много на химичное слишком много вкусов ваниль сильно выпирают если они хотели сделать что-то наподобие коктейля порно-стар-мартини у них не получилось слишком сильный ваниль не хватает кислинки не хватает тропического вкуса пить можно определенно среди вот этих винных второе место первое место вот прям за грушей и третье четвертое ну тут сами выбирайте противный аромат не очень приятный вкус но как ни странно МПК со своим вот этим московским мулом мне прям зашло несмотря на то что его аромат очень спокойный я бы даже сказал деликатный сладковатый вкус конечно не соизмерим вот с этими сладкими винными напитками но вкусно московский мул определенно сегодня лидер среди этих готовых коктейлей ну он и дешевле майтай я бы брать не стал это противно это невкусно это даже не заготовка под коктейль нет она невкусна вот пожалуй это единственное что я сегодня точно вылил бы если бы захотел вот это все выпить конечно пить я это не буду и никому не советую прям в таком количестве пить эти коктейли одну баночку может быть летом так чисто в охотку выпить можно но пить 4 банки 2 бутылки просто чтобы сходить в туалет это все отрыгнуть наверное нет но сами по себе коктейли уже лучше сразу видно что стоимость это прям хорошее влияние на качество коктейлей и тут МПК меня удивило на самом деле я думал буду чувствовать больше вкуса пива нет вкуса пива здесь нет именно вкус просто коктейля то что заявлено цитрусовых мало но имбирь мне понравился ну по союзу вину тут все понятно тоже груша хорошо вот эти вот тропическая хрень с ванилью ну такое себе и вот эти два чисто на любителя пожалуй по вкусу я бы взял как ни странно если просто не нюхать а пить из банки вот эту штуку с грушей полусухая приятная хороший зачетный шприц клубничка так чисто по фану если вам просто нравится клубничные жвачки клубничная омывайка это клубничное средство для мытья посуды именно в аромате но в любом случае вот эти готовые коктейли не замена нормальных коктейлей нормальных шприцей даже просто взять недорогое игристое вино и смешать с недорогим же аперитивом будет вкуснее будет интересней если вы еще добавите апельсинку грейпфрут лимон лайм все что угодно немножко мяты да тот же самый базилик будет потрясающий это все пока отдаленно напоминает что-то съедобное но уже можно пить уже можно наслаждаться с вами был Дмитрий канал Миксдрин ставьте лайк подписывайтесь указывайте ваше мнение в комментариях а самое главное будьте здоровы всем пока до новых встреч